так все работают очень интенсивно вот девчонки только вина много пьют а так у нас тут мясо блин а два харчо давайте два сварим я думаю кастрюля будет больше они маленькую мне подсунули не мой размер если вы рассчитываете на то что здесь будет какая-то жижа то вы это даже не думайте об этом здесь будут три поварешки вот к нему еще мы унесем кастрюлю смотрите какая сказка это реально приятная часть это когда люди приходят это бабка а ты не успеваешь даже вытереть дорогие друзья предлагают тост за алексея шарова и его команду спасибо большое он нас накормил сегодня по-царски здравствуйте меня зовут алексей я третий раз здесь сейчас третий клуб кожухова вот такой ведь формат в кулинарные вечеринки сегодня мы будем как мы согласовали да с вами уже мы будем сегодня готовить харчо чикмирули по-грузински харчо правильно чикмирули харчо из курицы естественно блюда со сливками салат из помидоров и зелени и пхали из свеклы и пхали из шпината у меня есть предложение мужчина переходит в бар а женщина готовит я передаю слово она все будет готово нас позовете да а а а а а Все работают очень интенсивно Все ваши указания выполнены По крайней мере Вот девчонки только вина много пьют А так все вроде нечего Да, 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 пополам Вот так вот Вы прямо образец сделайте Это для хорчу или для курики? Похорчу А курион будет? Ковягин иван, смотри, 4 килограмма Теперь следите, как мясо все это сварится будет У нас тут мясо, блин, а два харчо Давайте два сварим Я думал, кострюля будет больше А ее маленькую мне подсунули Не мой размер Подходите, мне велено сказать вам тост У меня кулинарный тост Кулинарный Один американец Приехал в Грузию Турист Его возят по Грузии А? Не Саакашили Настоящий американец такой крутой И отвезли его к Ахетию В Кахете, значит, они пробуют вино Ходят по этим винокурням Везде застолья И ему руководитель этой поездки говорит Вы знаете, вам сказочно повезло Вас завтра пригласили на поминки Очень известного жителя деревни Который на днях скончался А в Кахетии поминки Это особое мероприятие И там есть поминальное блюдо В Кахетии Это на костях Большие куски мяса Это мясо вываривается То оно прямо сползает С этих костей И, в общем, этот американец попробовал И совершенно обалдел Ничего вкуснее Я в жизни не ел Хашлама это называется И он говорит Давайте я запишу рецепт И записывает Все Уезжает в Америку И через какое-то время Жители деревни получают письмо Дорогие друзья Все сделал так, как записал И мясо купил такое И зелень та же И варил ровно там 3 часа И соли добавил, как положено И перцы Очень вкусно Но чего-то не хватает Из деревни ответили Не хватает покойника Давайте выпьем за то Чтобы всегда Все за столом хватало Потому что Какой-то ингредиент пропустишь И все не то Грузинскую кухню Очень легко испортить Она обязательно Должна быть приготовлена Вот По правилам А если чего-то не хватает То уже тогда Очень тяжело Ура! Трезвым меня больше не увидите Сливки? Да А что вы делаете? А сливки? Последуйте нам Что это? Это сливки Кинза Хмели шумели Это 33 приправы 30-33 приправы И чеснок И чеснок Это заливаем курицу И начинаем И в духовку поставим сейчас Пока она не будет готова А соль? Соль, да Соль Соль сланская Соль Она с приправами идет Уже там Со всякими бомбасами Начинаем Женить продукты Значит Здесь мы отваривали мясо То есть делали бульон Проще говоря Сейчас Вот так вот Раз Все В сковороде Был обжаренный лук Помидоры С томатной пастой Ну просто потому что Она добавляет Усиливает вкус Можно делать Сливу отдельно Если она кислая А можно делать Просто ткемали То есть Берете Их разные ткемали Продаются Бывают кислые Ранние Зеленые Бывают красные Попробуйте все Всем хватит Пробуйте Пробуйте Должен убавить газ То есть Они чисто Несут такую нагрузку Ну Красиво Да Чтобы было красиво Вот Смотрите В ткемали В ткемали Зеленый Зеленый Если вы рассчитываете На то Что здесь будет Какая-то жижа То вы Даже не думайте Об этом Здесь будут Три поварешки Воткнем И еще Унесем В кастрюлю То есть Она должна быть Густая Это и соленое Должно быть И кислое Должно быть Правильно? Правильно Я спустился Сосонетти В В Мегрели В Мне подали В ресторане Я съесть не мог Очень острый Очень соленый Я говорю Вы же видите Ну на мою Русскую морду Посмотрите Сейчас Что переделали Нормально сделали Это я Первый раз В Лондоне Зашел В индийский ресторан Никогда не был И говорю Что вы знаете Предложите мне Что-нибудь Он говорит Вы только скажите Вы как любите Хот Спайси Или майор Я конечно Сказал Хот Потому что Думаю Ну Грузия Все же Хот Вот Индийский Хот То есть Острый Есть невозможно Да Горит Просто Самый Самый Вообще Только майор Надо брать Только Только Вот Солнце Выглянуло Вообще Здорово Сливки Много Хмели-сунели Много Кинзы Много Чеснока Много Соль Сванская Обязательно По сути дела Это Цепленок Табака Ну только Табак Тапака Правильно Тапака Это ведь не табак Это Это сковородка Под гнетом Тапа Тапа Все подустали Немного Да Активно Винут Конечно Все Закладываем Торжественный момент Закладываем А сливки Какие слова Жирные Ну пожирнее 22-30 Чем больше Тем лучше Чесноком Чесноком Будем? Да Давай Ну вот такой Лайтовый вариант Мы Я не буду Это Давайте еще Помидор Вот как раз Так Я вообще Понимаю Думаете Абсолютно 100% А что Торцы Косы нужны? Конечно Не нужны Вы считаете? Кто за то, чтобы все туда выводить? Серьезно? Я аккуратничаю просто Все Первая закуска готова Всем раздать ложки И прямо из этого чана Только соль Очень аккуратно Потому что Грузинская кухня Очень соленая И очень перченая И ароматная Серьезно? Следующее Значит Мне принадлежит Большая заслуга В пропаганде Грузинского языка В России Во-первых Я прочитал Грузинские сказки На русском языке Но с грузинским акцентом Они записаны На Эхе Москвы Если вы наберете Эхо Москвы В Ютюбе Они есть Мне очень это понравилось Я продолжил Изыскания В области Литературных связей Грузии и России Мне удалось установить Генетическую связь Между Хачапури И Колобком Значит Вопрос вам В чем сходство Хачапури и Колобка Тесто А? Тесто Тесто И тот И другой И Хачапури Колобок Делается из теста А в чем Принципиальная разница И Хачапури И Колобок Они Круглые Но Колобок Катится Потому что он шар А Хачапури Как колесо Все знают Русскую народную сказку Про лису Которая съела Колобка Колобок Ей съел на нос Вы помните Она его съела Когда лиса Повстречалась С Хачапури И тоже Он сел Ей на нос Лиса ему говорит Я тебя сейчас съем На что Проявился Гуманистический характер Грузинского Хачапури И он сказал Лисе Ну что ты меня будешь Есть Так вот Давай позовем Бабку Детку Внучку Жучку Мышку Соберем всю компанию И уже как люди Тогда сядем И тогда вы меня съедите Это доказывает Принципиальную разницу Между колобком Который согласился Сразу запрыгнуть Лисе В рот Так и был Немедленно сожен И Хачапури Который подумал О людях Вот я хочу Подумать сейчас О вас И предложить За вас тост Правильно я говорю? Ну хорошо А так я вам рекомендую Найти в ютюбе Сказки я читаю Грузинские Так это вот Светла Светла Орехи Чеснок Сванская Соль Уксус Уксус Винный уксус Вот этот Поторый Да-да-да Вы не делали Никогда эту штучку? Нет Это не делала Я много делаю С орехами Чего Но Как бы Это Пхали Пхали Ули Они всякие Разные Бывают Как и Пхали О, запах Это квас Да Так хорошо сейчас Так хорошо сейчас вообще Сейчас побалдеете еще Еще побалдею, да? Хорошо перемешайте Ну ничего Зато вы Сердце Душу Как мне То есть у меня доченька Доченька у меня Складывает и крышечка Папа Это частичка души Еще лучше Кориандр А здесь шпинат Шпинат Еще сок То же самое То же самое Чеснок Чеснок Кориандр Так, дорогие друзья Подходите Готово Новое блюдо Это вот Вегетарианское блюдо Пхали Из свеклы Сейчас я Сейчас Сейчас Еще надо Украсить Подходите Девушки Ребята Подходите Пхали Готово Я так такое Лайтовое Сделал по перцу По соли И по всему Просто Оригинальное Если брать Даже в Москве Делают Даже в Москве Делают Лайтовое Если Он для украшения Как украшения Чуть гуса Прибавляет А это По-моему Перец Очень красиво Очень аппетитно Просто Так Зелениковым Положить Зелениковым Да Зелениковым Я попробую Спасибо Еще Еще Не Не Это нормально Можно Можно Сколько угодно В Испании Все бывали Значит Ну даже Кто не был Вы знаете Что 5 веков Испания Была оккупирована Маврами Мавры Там правили И вот То что Испания Ценится Вот эта Мавританская Архитектура Вот эти Дворики Фонтанчики Это все Что Мавры Там сделали Ну Восстал Свободолюбивый Испанский Народ И Маврам Пришлось Уйти Из Испании В отличие От Прочих Завоевателей Они Ничего Не Уничтожили Потому что Как Вот Люди Пришли Построили Разрушили Ушли Мавры Все Оставили Так Как Было На протяжении Пяти Столетий Единственное Что Они Сделали Они Заперли Двери Тех Домов Мечетей Минаретов Вот этих Двориков Они Заперли На Замки И Ключи Забрали С собой И Теперь Мавритании Поверь Такое Традиция Что Отец Сыну Передает Эти Ключи Надежды Вернуться И Когда-то Открыть Эти Двери Я Хочу Предложить Тост За Надежду Дорогие Друзья Ура Здравствуйте Девушки Спасибо Спасибо Что Пришли Обычно У меня На этом Тосте Женщины Рыдают Просто А вы Как-то Вы Так Увлечены Пхали Что Вы Не Прореагировали Так Так Готов Супчик Да Харчо Должно Быть Густой Правильно Правильно Кому Спасибо Дорогие друзья Предлагаю Тост За Алексея Шарова И его Команду Спасибо Большое Он Нас Накормил Сегодня По-царски Я думаю Что я Создам Свой клуб И приглашу Шарова Будет у меня Шеф-повар Я буду Тамадой Шеф-повар Есть А вы Будете Ходить К нам В гости Лук По вкусу Кинзу По вкусу Значит Все остальное По вкусу Все есть Еще Аккуратно Это аккуратно Я еще раз повторюсь Это не моя профессия Я предприниматель У меня Другая Это мое хобби У меня тоже хобби Вот тамада Да Это моя душа Еще Еще Давай жидкую часть Вон бульон Там есть Вкусно Смотрите Какая сказка Это реально Просто Это значит Все получилось Получилось Я с удовольствием Скажу Свои аппетиты Это отравленные макароны И скажу Что я сегодня попробовала Вроде бы все обычное И вроде бы все необычное Тут же салат Такой помидорный салат Ну помидоры Как у нас всегда традиционно Помидоры Лук Там масло И все У него Лука нет Но зато есть кинза Есть чеснок Есть орех Помидоры И какая-то заправка Даже непонятно Просто по-моему Даже масло Но это было Очень талантно За счет того Что было острое Похожи? Похож? Можно съесть на одну тарелку В общем, если добавить Вот эту штучку Будет настоящая Грузия В 15-м году Я долго мечтал Ехать Съездить в Грузию В 15-м году Батюшка Ну, священник Мой друг Настоятельный От храма нашего Он все Вот бы съездить Удел Пресвятой Богородицы Такая страна Я говорю Ну, собирайся Поехали И мы с ним взяли машинку И поехали в Грузию Он монах Священник Мы ездили Объездили Сванетю И везде все объездили Почти три недели По всем этим Маленьким селам Деревенькам Везде Ночевали прямо в домах В гастхаусах Прямо у семьях Сидели за столом То есть он как мечтал Так я ему и сделал Он не ездит никуда А мечтать мечтает Я говорю Поехали Приехали в Телави А что-то дешево Все Поменяли Там стоили Двести долларов Денег Куча Я говорю Ну, давайте Эта вина Этого вина Там Самого такого Подороже Выбирали Поставили в машину Едем довольные На верхний лаз Нас Останавливает Таможенник Говорит Сколько у вас Человек в машине А у нас Легковая машина Подсвагин Я говорю Двое А что же вы 57 литров Вина-то везете Я говорю Ничего нельзя Он такой Ну Пошли вот туда Вот туда Встаньте в машину И вот туда Идите Оформляйтесь В общем Немного Чуть-чуть Как-то пришлось Поделиться Но вот Нас не отобрали Это вино Хорошее Что-ли Я Это не пил Муку Зали Хорошее Десятый 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 Год Подлежащий Подлежащего Лейтенанта Коньяк не течет Знаете Да Древняя мудрость Чикамирули Готово Надо соус Обязательно Сейчас мы доберемся До соуса Две Одну и одну Десятый Очень сытное Парчо Вы хлебом Соус зря не брали Соус надо есть С хлебом Ребята Да Давай Давай Это очень Очень-очень Это не похоже на обычный кулюзов Потому что соус Совсем Он и приятный И чуть-чуть сухозненький И сладенький И вообще просто Отлично А если с хлебом Еще это макнуть Там Это вообще Парк Не опасно Самая приятная часть Это когда люди Приходят в добавку Да А ты не успеваешь Даже вытереться Да Нет Нет Это да Соус Ребята Ну это что Это действительно Похоже На прям На авторскую Грузинскую Кухню И причем Очень Да Стоит Очень Спасибо большое Просто Реально Спасибо Большое спасибо Спасибо всем Было очень вкусно Замечательно Тепло Душевно Интересно И вкусно Очень Мы в полном восторге От посещения Вашего Груза Спасибо всем Спасибо вам Отвечения Ответа Вашей нашей Вашей Также Прекратно Компании Хотим Выразить Огромную Благодарность Организаторам Сегодняшнего Вероприятия Все было Очень весело Очень вкусно Очень красиво И увлекательно Так что Большое вам спасибо Да Прекрасно Надо отдать должное шефу Шаров, вообще просто молодец, он действительно шеф, он действительно молодец, и он действительно мастер своего дела, и при том, что я хорошо разбираюсь в любой кухне, я неплохо готовлю, так даже, скажем, хорошо, все равно для меня сегодня были какие-то открытия, допустим, вот это на, как оно называется на Че? Чикмерули, это было восхитительно, соус к нему, это вообще волшебный, я еще повторюсь, что это как-то на грани с французской кухней, потому что соус, в котором нет сыра, он по вкусу сырный соус, ну и красная штука, как называлась? Хали, это тоже что-то, при том, что на первый взгляд тут посмотришь свекла с майонезом, а когда ты попробуешь, ты понимаешь, что ты, там, вкусовая гамма, просто у тебя взрыв вкуса. Спасибо, я теперь стремлюсь в Грузию, Грузия, жди меня. Спасибо. Дорогие друзья, если ты выпил и загрустил, ты не мужчина, не Грузия, а особенно если подают такие блюда, которые совершенно аутентичные, да, правильное слово говорю? Да, правильное слово. Спасибо, пусть ваша организация процветает, чтобы у вас хуже гостей, чем мы, не было. Лучше пусть будут. Спасибо большое. Спасибо. И мы вам тоже желаем всего самого доброго. Спасибо. До новых встреч. Спасибо большое, обязательно увидимся. И мы тоже вынуждены откланяться, нас уже чудо двигают, мы задержались. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok